Не имеют в качестве основной цели извлечение прибыли, создаются для благотворительных, культурных, научных и других целей, для удовлетворения духовных потребностей граждан, защиты их прав, оказания юридической помощи. Речь о некоммерческих организациях, о том, как они работают в России и как будут работать в условиях изменившегося гражданского законодательства. Мы поговорим с начальником управления Министерства юстиции Почувашей Дмитрием Сержантовым. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что в России насчитывается, по-моему, более 220 тысяч некоммерческих организаций, а вот в нашей республике сколько их, какой направленности они, что это вообще за организации? В нашей республике в настоящее время действует порядка 1400 некоммерческих организаций. Ежегодно мы регистрируем еще порядка 80 новых некоммерческих организаций. И действительно, количество их напрямую зависит от численности населения в республике, их активной жизненной позиции, на то, как они видят вообще совершенствование нашей политической системы, общественной, и вообще улучшение просто жизни своей и окружающих. Может быть, для примера, что это за организация? В основной своей массе некоммерческие организации у нас являются социально ориентированными, то есть фактически занимаются социальными проблемами общества в таких сферах, как здравоохранение, культура, занимаются благотворительностью, добровольчеством, также помогают людям в трудной жизненной ситуации, инвалидам, детям и так далее. Ну и хотел отметить, что также есть такие организации у нас некоммерческие, наверное, телезрители мало об этом знают, которые осуществляют и государственные полномочия. К таким относятся Центриальная палата Чувашской республики, адвокатская, которая занимается бесплатной юридической помощью, также осуществляет заверения юридически значимых действий, сделок и так далее. Кроме того, когда мы говорим о некоммерческих организациях, необходимо, конечно, сказать о их роли в политической жизни страны и республики в целом. Мы знаем, что в 2012 году существенно упростилось законодательство о политических партиях, и в настоящее время в Российской Федерации создано порядка 75 новых политических партий, в Чувашской республике создано 44 региональных отделения, и эта цифра, как мы видим, в республике может еще возрасти. Еще, как я понимаю, одна из самых многочисленных групп некоммерческих организаций – это религиозная организация. Вот это о чем может говорить и тоже, что это за организация в республике? Да, совершенно верно. Сейчас в республике у нас действует 310 религиозных организаций. Наибольшее их количество относится к русской православной церкви – это 231 организация, и к исламу – 53 организации. Также в Чувашской республике действует организация иных вероисповеданий, например, христиан-баптистов, пятидесятников, старообрядцев, лютеран, кришнаитов и так далее. И хочу отметить, что их рост, он из года в год абсолютно незначительен. Если в 2010 году их было 297, то в этом году, как я уже сказал, 310. А вот что касается межконфессионального и межэтнического согласия, как в республике это поддерживается, развивается, на каком вообще, в каком состоянии находится? На мой взгляд, в республике успешно поддерживается государственное и конфессиональное взаимоотношение. Управлением налажено тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами, государственными органами власти, органами местного самоуправления. Мы проводим профилактическую работу по недопущению проявлений экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. Сотрудники нашего управления ежеквартально выезжают в отдаленные районы и города Чувашской республики, где проводят семинары как с религиозными организациями, так и с некоммерческими, и разъясняем действующее законодательство и законодательство, которое изменилось в стране в сфере НКО. Также хочу отметить, что в этой сфере у нас очень хорошо работает Совет по делам национальности, Совет по взаимодействию с религиозными организациями. В рамках этих Советов мы работаем над формированием толерантности культуры межнационального общения жителей, терпимости и уважительного отношения к людям иной культуры, иной веры, иной традиции. И благодаря слаженной работе и постоянному взаимодействию всех органов, о которых я сказал, в республике из года в год сохраняется стабильность и межконфессиональные согласия. И хочу особо подчеркнуть, что признаков экстремизма в деятельности религиозных организаций и иных некоммерческих организаций не выявлялось. Ну вот как вы уже сказали, все-таки некоммерческие организации бывают самые разные, да, деятельности у них тоже самые разные. А как контролируется все-таки соблюдение законодательства этими организациями? Ну, функция по государственной регистрации некоммерческих организаций, она неразрывно связана с функцией по контролю за их деятельностью. Управление осуществляет контроль в трех основных направлениях. Это проведение плановых и внеплановых проверок, анализируем отчеты ежегодные, которые некоммерческие организации до 15 апреля текущего года должны предоставлять в управление. А также сотрудники управления участвуют в мероприятиях, особенно в массовых мероприятиях, которые проводятся некоммерческими организациями. И хочу отметить, что количество проводимых проверок управлением, она из года в год увеличивается. Если в 2012 году мы 118 проверок провели, то вот в 2014 году запланировали 134 проверки. И также хочу отметить, что законодательство в этой сфере изменилось. Если раньше мы могли проводить внеплановую проверку только по представлениям избирательной комиссии, то в настоящее время законодательством мы наделены правом проводить проверки в случае, если некоммерческая организация не устраняет предписания, которые мы выдали им заранее. А также мы можем проводить внеплановые проверки по любой информации государственного органа и органа местного управления, если они считают, что в действиях некоммерческой организации есть признаки нарушения законодательства Российской Федерации или признаки экстремизма. Все-таки нарушители, я думаю, встречаются. Если смотреть по нарушениям, какие это бывают нарушения, какие меры применяются к тем, кто законодательство не соблюдает? Да, совершенно верно. Хочу сразу же подчеркнуть, что у нас нет цели. Мы не ставим перед собой целью наказывать сразу и так далее. Основной наш метод – это выдача предупреждений. То есть мы выписываем предупреждения для того, чтобы некоммерческая организация в установленные сроки, даем реальные сроки, устранила эти нарушения. В этом году мы выдали 118 предупреждений. Ну, а если некоммерческая организация, конечно, не устраняет нарушения, то мы, конечно, используем уже такой метод, как административные протоколы. В этом году мы их выдали 58. И третьим моментом, которым мы пользуемся, это, конечно, ликвидация некоммерческих организаций. В этом году мы ликвидировали 68 некоммерческих организаций. Но это, прежде всего, связано с тем, что они фактически не работают. То есть на бумаге числятся, но не осуществляют свою основную деятельность. Также в рамках анализа отчетов мы проверяем как раз иностранное финансирование. Некоммерческая организация – очень актуальная тема сейчас. Но хочу отметить, что за 2013 год у нас всего шесть некоммерческих организаций получили иностранные деньги. Из них две религиозные на общую сумму 6 миллионов 843 тысячи рублей. И хочу подчеркнуть, что некоммерческих организаций в Чувашской республике, которые осуществляют функции иностранного агента, у нас нет. Потому что вторым признаком, который они должны обладать – это осуществление политической деятельностью – они не обладают. Как Вы уже заговорили об иностранных агентах, в законодательстве о некоммерческих организациях в последнее время вообще очень много изменений. С чем все-таки связано? Что за необходимости и что за изменения? Осенью 2014 года были внесены масштабные изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, в часть первую, которые затронет все некоммерческие организации в Российской Федерации, в Чувашской республике. Но и основным, наверное, изменением – это то, что Гражданский кодекс впервые определил все организационные правовые формы, в которых могут создаваться некоммерческие организации. И этот перечень является закрытым. А какой срок отвели организациям, чтобы они все-таки сумели привести документы в порядок, чтобы все соответствовало закону? Как таковых сроков нету. Законодатель подошел очень либерально к этому и установил, что учредительные документы или наименования некоммерческих организаций должны быть приведены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации при первом внесении изменений в устав некоммерческой организации. И хочу подчеркнуть, что вот за эти изменения государственная пошлина взиматься не будет. Спасибо. Я напоминаю о работе некоммерческих организаций в России, в частности в Чувашии, мы говорили с начальником управления Министерства юстиции по Чувашии Дмитрием Сержантовым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»